Жизнью недовольны почти 40 россиян Жизнью недовольны почти 40% россиян Гражданам не хватает ресурсов на активную адаптацию к низким доходам 249 Газета «Коммерсант» номер 62 от 9 апреля 2019 года, СТР 2 После отказа Росстата публиковать ежемесячную статистику о доходах и расходах граждан Исследования их социально-экономического положения приобрели особую ценность В исполнении Росстата, ЦБ и Ранхикса не свидетельствуют о незначительном улучшении негативного экономического самочувствия граждан в первом квартале 2019 года, но лишь благодаря ожиданиям Больше всего граждане недовольны доходами и отсутствием возможности платить за медицину и образование Последнее в качестве активной стратегии адаптации может себе позволить лишь 13% населения Еще 35% ищут новую работу или подработку Большинство же экономит и тратит сбережения или растит долг По данным опросов Росстата и ЦБ, потребительские ожидания граждан в первом квартале 2019 года несколько улучшились Индекс потребительской уверенности вырос с минус 17% в четвертом квартале 2018 года до минуса 16% в первом квартале 2019 года Улучшение произошло исключительно за счет оценок изменений в экономике и личном благосостоянии через год При этом, по данным Росстата, в первом квартале 2019 года снижались оценки гражданами условий как для крупных покупок, так и для сбережений, даже несмотря на рост депозитных ставок На низкий уровень потребительской активности указывает баланс ответов на вопрос о том, как лучше распоряжаться свободными деньгами Покупка дорогостоящих товаров упоминается значительно реже, чем годом ранее Отмечается и в мартовском докладе об инфляционных ожиданиях и потребительских настроениях ЦБ Социологические оценки экономического самочувствия граждан стали особенно ценны после отказа Росстата публиковать ежемесячную статистику о доходах и расходах домохозяйств из-за низкой достоверности С.М. Твердый знак от 20 марта Отдельный интерес представляет опубликованный вчера мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения Ранхикс, в котором дана его расширенная оценка Оценки Ранхикс восприятия личных доходов и экономики схожи с данными Росстата и ЦБ В адаптации же граждан к экономическому положению преобладают пассивные стратегии 81% опрошенных экономили, 39% тратили сбережения, 33% занимали деньги, 30% брали кредит, 8% продавали имущество Впрочем, активность ряда домохозяйств росла 35% населения меняли или находили другую работу 16,6% в марте 2018 года 44,1% использовали личное подсобное хозяйство 27,5% Покупали ценные бумаги, валюту или делали вклады в банках 9,8% 20,2% годом ранее Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются Заметим, что, по данным мониторинга, 13% граждан в качестве активной адаптации к неблагоприятным экономическим условиям выбирали образование Впрочем, как показала сделанная Ран Хиггс впервые исследование удовлетворенности жизнью Именно уровень доходов и отсутствие возможности оплачивать образование стали причинами недовольства большинства СМ График Эти данные говорят о замкнутом круге Чем меньше доходов, тем меньше возможность платить за образование Что во многом и объясняет преобладание пассивных стратегий адаптации В целом оценка удовлетворенности различными сторонами жизни имеет следующий вид Высокая и выше среднего удовлетворенность жизнью 14,3% и 20,2% населения Характерно для более состоятельных слоев населения А средний – 27,1% Ниже среднего – 25,2% И низкой – 13,2% Чаще говорят бедные Алексей Шаповалов